Ну, вроде бы мы уже очень много наговорили, и давайте я еще собрала все ошибки гвоздестояния, которые я вижу, вот, и я их тоже проговорю. Первая самая важная ошибка – это идти в практику и бороться там с этой доской. Поверьте мне на слово, доска сильнее. Бороться не надо, нужно расслабляться. Нужно расслабляться, сдаваться и принимать. Расслабляемся через дыхание, самый легкий способ, глубокий вдох, выдох через рот, и с каждым выдохом все больше и больше представляем, расслабляемся. Вторая ошибка – это не проявляться и запрещать себе эмоции, показывать свои эмоции. Вот, ни в коем случае не запрещайте. Если вам хочется плакать, плачьте, кричать – кричите, рычите, смейтесь, танцуйте, ругайтесь, все можно. Здесь есть такой момент, если вы не понимаете, бывает такое, что человек настолько долго запрещал себе плакать, что он просто не понимает, хочет он плакать или нет. Вот, здесь, если вы или же не понимаете, или же не можете, но вы понимаете, что вы хотите плакать, но не можете это сделать, да, или совсем не понимаете. Вы понимаете, что у вас есть какие-то эмоции, но вы не понимаете, какие. Тогда мы тоже закрываем глаза и дышим. Глубокий вдох через нос и выдыхаем долго протяжно через рот. И так прям расслабляемся, расслабляемся, расслабляемся. И вот, когда вы расслабитесь, все эмоции, они начнут выходить сами по себе. А третье, что я сочла нужным вам сказать – это легкомысленные отношения. Часто такое бывает, что человек видит доску, доску, и снимает быстро носки, запрыгивает на него. Но я думаю, что таких людей здесь нет. Если бы у вас было легкомысленные отношения, вы бы вряд ли смотрели видео. Но все-таки, если оно есть, подумайте еще раз, нужна ли вам эта практика. Еще такой момент – идти на практику без запроса. Лучше, конечно, с запросом. Потому что, если у вас запрос, он проработанный, и это то, что вы по-настоящему хотите, вероятность того, что вы простоите, конечно, максимальная, 100%. Если вы прямо готовы ради этого желания отдать, сделать что-то, то вы простоите. Гвозди – не преграда для мечт. Конечно, если вы стоите первый раз, то запрос нужен. Нужен, потому что он вас поддержит, он вас поможет. Вы можете себя самого обмануть этим, сказать, вот я стою ради этого. Если я сейчас простою, то у меня сложится. И вы простоите легко. И последний пункт у меня был – неподходящая доска. Если вы стоите первый раз, у вас практика первая, то, конечно, не нужно выбирать себе доску для профессионала. Возьмите стандартный сантиметр и начните с него. Облегчать, конечно, процесс себе тоже ни в коем случае не надо, но усложнять не стоит. Аскеза и так она достаточно мощная, ощущения острые. Так что лучше начните со стандартной доски. Это пока все ошибки, которые я заметила. Возможно, по ходу работы еще появятся, но мы уже тогда запишем.